Всем привет, ребята! Давненько мы с вами не виделись, я заказала сегодня очень много зоотоваров. Там вышло реально где-то 40 килограмм. Эти товарчики брендов Триол, Гамма и Гигви продаются в зоомагазинах, на маркетплейсах и в интернет-магазинах. В общем, действительно много где. Я пару дней назад заходила в зоомагазин рядом со своим домом, и даже там продавалось многое из того, что я сейчас заказала. У Чипсика вчера был день рождения, поэтому что-то сегодня будет в подарок ему на день рождения. Остальное мы с вами отвезем в приютную Коши в конце этого видео, потому что у Чипсика и так целая куча всего. Я вооружилась открывашкой. Давайте начинать смотреть, что же там у нас такое. Я уже вижу то, что мы точно оставим Чипсику, потому что я изначально это хотела подарить ему, но я не ожидала, что этот комплекс такой огромный, круто. Но сперва его нужно собрать, собирается он очень легко. Я думаю, это сделаю сейчас за 5 минут. Коту так понравился домик, что он уже залез в него, не дожидаясь, пока мы его соберем. В итоге пришлось переворачивать прямо вместе с ним. Ребята, вы посмотрите, какая у нас теперь лакшери вилла по сравнению со старой когтеточкой. Нам с Таником очень понравилось. Сейчас придумаем, куда ее поставить, потому что она довольно большая. Я считаю, это просто VIP. VIP-дом для кошечек. Мы с Таником и с котом в полном восторге. Это очень классный комплекс, качественно сделан. Конечно, я приврала, что буду собирать его 10 минут немножко дольше, но легко. Просто из-за того, что много деталей, поэтому дольше. Интересно, как он отнесется к лестницам, будет ли он по ним лазить. Лезет по лестнице, прям сейчас за кадром. В общем, потрясающий комплекс. Был он, кстати, от бренда TRIOL. Здесь, я так понимаю, миллиард лежанок. Будем по очереди все открывать. Вот такая лежанка. Это, по-моему, гусиная лапка цвет называется, нет? В общем, не знаю, как называется цвет, но прикольный принт от бренда GAMMA. О лежанке особо говорить нечего. Материальчик у нее приятный, она очень мягенькая. Думаю, что какой-нибудь котик из приюта, к которому мы повезем лежанки, потому что у Чипсика и так уже 5 лежанок, очень обрадуется этот котик такому подарочку. Дальше написано лежанка перина пушинка. Можно ее использовать как человеческую подушку, мне кажется. Смотрите, какая прикольная еще мягенькая такая. Вот так. Дальше у нас что-то очень милое от бренда Giggly. Это тоже лежанка в виде... Это коала, наверное. Очень мягкая такая, нежная вообще. Что-то я уже начала завидовать котикам. Посмотрите, какие у них прикольные лежанки. Почему не делают таких кроватей? Сзади сделана нескользящая поверхность, то есть дома можно класть, и она не будет кататься по всему полу, как у нас обычно лежанки. В общем, дизайн у нее, считаю, 5 коал из 5. О, следующая супер милая лежанка. Я борюсь в своей голове оставить ее чипсику или нет, потому что у нее так много лежанок. Смотрите, какая красота она с ушками. Можно красиво засунуть сюда много котят и сделать фотосессию. Материал тоже супер нежный. Я бы хотела, если честно, себе такое кресло. Да, кстати, забыла сказать, что по сути все эти товары не только для кошек, можно и для маленьких собачек использовать. Волшебная вещица. Дальше огромная, слушайте, какая-то лежанка. Даня говорит, что и мы можем на ней поместить. Смотрите, какая здоровенная, мягкая, классная лежанка. Она еще не из обычного материала, как все, а как, не знаю, тканевый диван. Это прям диван для животных, считай. На ощупь, как какое-то облако. Таник туда поместился. Она мне сразу понравилась. У нее классный дизайн, классный цвет. В общем, интересная такая лежаночка. Красота какая-то со звездным небом. Это вообще домик. Честно говоря, я не знаю, что говорить про лежанки, домики и все подобное. Из всех слов, которые у меня вылезают. Красиво, мило, потрясающе мягкое и все. Ну, что про них реально еще скажешь? Здесь прям целый дом с крышей. Круто. Здесь еще есть окошко. Короче, котики и собачки могут смотреть вот так в окошко. Дальше что-то прекрасное розовое. У чипсика сегодня такой подарок. Вы видели вообще этот комплекс? Мне кажется, излишне будет еще что-то ему вставлять. Разбалуем ребенка. Было бы смешно, если бы мы все оставили чипсику. И у нас бы просто вся комната была заставлена лежанками. Да-да, она просто смешная. Ну вот Данику смешно стало. Тоже лежанка 5 из 5 цвет. Материал, все здесь великолепно. Бархатная тяга. Аж целый кошачий собачий матрас от бренда Tree Wall. Очень круто, что можно снимать верхний слой, чтобы стирать. Так вот мы открываем. Внутри сам матрасик. То есть вот эту штуку можно снять и постирать. Он стильно выглядит. То есть если у вас такая квартира в каких-нибудь таких тонах, то, думаю, прикольно может минималистично вписаться. Что-то, что очень хорошо упаковано. Так ничего не было. Я так понимаю, это просто лежало, чтобы защищать товары, которые под этим. Дальше мисочка. Она еще утяжеленная и на резинке, чтобы тоже не ездила по полу. Нержавеющая сталь. Огроменная лежанка-когтеточка. Когда увидела, я думала, круто. Я никогда такого не видела, чтобы это было сразу и лежанка, и как-то теточка в одном лице. Кот тоже. Тут еще и кошачье мято есть в комплекте, чтобы кот сразу понял, где его место. Вот такая штучка. Еще с узорчиком таким симпатичным. Ложится кот сюда и свои коготочки точно там же и дерет. Еще один домик, но только он уже прям домик. Его надо построить. Он сделан один в один из материала, как у нас диван. Если мы ему оставим этот домик, он начнет его драть и поймем, что можно драть диван. Будет не круто. Кое-как собрала, но вроде даже про... Ааа, мне по лицу. Вроде даже правильно. Я немножко вот тут крышу не скрепила, но ладно. От нее прям ощущается качество. Сейчас попробуем посадить туда чипсика и поймем, через сколько секунд он вылезет, нужна она ему или нет. Следующая посылка у нас вот такая. По мне так выглядит мило. Это игрушка для кошечек или для собак. Очень похожа на настоящего кота. Не знаю, оставить чипсику или нет. Ты как думаешь, игрушка? Не, не знаю. Отдаем. Домик тоже ездит, сломя голову, выбежал. Но дом крутой. Кот испугался этого домика, потому что мне кажется, он похож на приноску, а мы его недавно совсем наносили лечить зубы, у него от этого стресс. И поэтому подумал, что мы снова его куда-то несем. Смотрите. Соседи будут в шоке, если мы все эти шарики выкинем на пол. Их тут 40 штук. Один шарик дадим котику. Дальше идет еще одна лежанка. Она сделала очень мило, как такое какое-то лукошко. О, кстати. Вот это прикольно для чипсика. Его можно будет вот так переносить вниз. Внутри мягенькая подушечка, а каркас такой прям вот плотненький. И можно носить как лукошки. О, боже, Даня. Я думала, эта штука маленькая, что-то ты понимал. Это когтеточка, рыба. Ребята, я думала, что она, знаете, такая типа маленькая рыбка. Я думала, вот так подвесить будет удобно. Но хотя это даже удобнее, потому что она такая большая. Вы посмотрите, как круто сделана вся цветная. Это я брала специально для приюта, потому что я, по-моему, видела, что у них такие стоячие когтеточки там стоят в клеточках. Оно, кстати, сделано из такого же материала, как на комплексе. Лежак-матрас «Сказочный лес». Большой, можно использовать, мне кажется, сразу для двух котиков или собачек. Мягенький, ну, такой вот совсем простенький. Можно вот так скрутить и куда-нибудь убрать. Дальше, что было заказано специально для чипсика. Он очень игривый кот. 7 лет вчера ему исполнилось. Он всегда играет. У нас один в один есть рыба, недавно купленная. Ну, прикольно будет. Чтобы не соврать. Ну, это, я так понимаю, подарок. А самое основное это интерактивная бабочка, которая постоянно крутится и заманивает кошек. Очень красивая керамическая тарелочка. Смотрите, какой милый принт. Ну, реально классный, фиолетовый, такой насыщенный. О, здесь еще одна вот такая лежанка, как мы смотрели Куалу, только сова. Я думаю, ее можно уже не вынимать, потому что по материалу и так понятно, как Куала. Она была очень хорошая. Расчесочка от бренда Kikvi. Сделана, как по мне, она тоже качественная. Такие у нее приятные прутики. Я, конечно, не разбираюсь в расческах, особенно для животных. Я думаю, что оставлю чипсику, потому что иногда он любит расчесываться. Это мы тоже забираем ему. Чипса очень заинтересовала бабочка. Дальше я тоже не хочу открывать, потому что чипсик особо не любит с мягкими игрушками играть. Тут такой бобер, в которого засовываешь кошачью мяту, и за счет этого кот проявляет к ней интерес. Чипс не проявляет интереса кошачьей мяте. Вот такая мышка. О, у нее точно внутри какой-то моторчик. То ли она поет, то ли она еще и двигается. Выглядит как настоящая мышь. Она пищит, как мышь. Дальше, скорее всего, тоже какая-то из мисочек с жирафиком. Она такая увесистая, то есть тоже по полу ее не покатаешь. Ну и вот это мы 100% тоже оставляем чипсу. Это гамак для батареи. Тут есть крепление, за которое цеплять. Ой, чувствую, ему там тепло будет, девочки. Уф, мы наконец-то открыли гору этих потрясающих товаров. Поэтому прямо сейчас мы с вами отправляемся в приют, отдадим все это котикам, погладим их. Я немножко вам покажу, кто там есть. Может, кто-то захочет себе кого-то забрать. Поехали! Мы отдали две большие коробки, а теперь предлагаю вам насладиться минуткой котиков. Поехали! 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 Ставьте лайки! Поехали! Поехали!